Криохирургическое лечение В развитых странах о злокачественном образовании полости рта Опухоли полости рта и в частности опухоли языка являются крайне агрессивными опухолями Ежегодно регистрируется 300 тысяч новых случаев рака полости рта 180 тысяч смертей от рака полости рта Средний возраст пациентов составляет 57 лет И соотношение мужчин и женщин-то и к одному Лидирующую позицию в выявлении новых случаев рака полости рта занимает Индия Это 120 тысяч новых случаев ежегодно Россия занимает 8 место с 10 тысячами новых случаев рака полости рта Что касается общепринятых стандартов лечения опухолей в начальных стадиях Это стандартным является хирургическое лечение А также это может быть лучевая терапия Что касается местно распространенного рака полости рта Также лидирующую позицию занимает хирургический метод В сочетании с химиолочевой терапией Хотелось бы упомянуть о истории к ее хирургии Впервые метод аппликационной к ее деструкции был опубликован Купером в 1963 году Там использовался аппликационный метод Лечения злокачественного образования полости рта и ротоглотки В 1965 году выходит статья Андрея Гейджа Где также применялся аппликационный метод Всего на 5 больных Со злокачественными образованиями губы и полости рта В 1969 году Также Андрея Гейдж Публикует статью уже с большей выборкой пациентов Где удалось добиться хороших результатов пятилетней выживаемости Данные представлены на слайде Что касается преимуществ к ее деструкции Полость рта легко доступна Высокое содержание влаги способствует быстрому распространению ледяного шара Возможно использовать данный метод под местной анестезией Также возможны повторные вмешательства Снижается риск кровотечения и инфекции Быстрое заживление после операционной раны Высокий процент излечивания И, конечно же, органосохранность метода Возможно использовать метод пункционной кроводеструкции И аппликационной кроводеструкции И для доброкачественных образований Полость рта И также представлена на слайде статья 2012 года С выборкой 60 пациентов С лейкоплакией Хотел бы сказать, что по запросу за период 1970 года по 2021 год Существует всего 16 статей на тему Креодеструкции полости рта И хотел бы обратить ваше внимание на наши исследования Критериями включения пациентов Был морфологическая верификация опухоли плоскоклеточный рак Распространенность первичной опухоли с Т1 по Т4 И с Н0 по Н2 Локализация первичной опухоли полости рта И отказ пациента от стандартного хирургического лечения Всем пациентам, вошедшим в наши исследования Мы первым этапом проводили неодевантную химиотерапию Далее им была выполнена пункционная креодеструкция С последующей химиолучевой терапией На сегодняшний день мы применили метод пункционной креодеструкции У 30 пациентов Локализация первичной опухоли Это передний отдел дна полости рта Боковая поверхность языка Слизистая щек Ретромолярная область И альвеолярный отросток нижней челюсти По данным физикального осмотра И МРТ мягких тканей шеи с нотовенным контрастированием Мы планировали глубину проникновения креозондов Количество креозондов Время экспозиции и количество циклов Введение креозондов в глубину опухоли контролируется визуально, пальпаторно и с помощью ультразвукового аппарата И на слайде представлено начало процедуры креодеструкции опухоли боковой поверхности языка На данном слайде представлено начало процедуры креоабляции опухоли языка И креоабляция опухоли ретромолярной области Температура в центре ледяного шара контролировалась при помощи термопар И выводится на экран Мы выполняем, как правило, три цикла функционной креодеструкции с пассивным оттаиванием И на слайде представлено завершение операции Оттаивание зоны оледенения Позвольте представить вам клинический случай Пациентка с метастатическим поражением лимфоузлов шеи И с опухолю правой щеки Пациентка отказалась от стандартного хирургического лечения Ввиду его травматичности Ей была предложена функционная креодеструкция с лимфодиссекцией на стороне поражения С последующей химиолочевой терапией На слайде представлен шейный этап Это шейная лимфоденоктомия расширенная И установка креозондов в опухоль правой щеки На данном слайде представлен вид послеоперационной раны И на вторые сутки И отек мягких тканей щеки Отек является закономерным процессом при данной манипуляции Как правило на вторые сутки после операции отек достигает своего максимума После процедуры функционной креодеструкции На шестые сутки формируется крионекроз И на четырнадцатые сутки мы удаляем некротические ткани И на слайде представлено состояние после некротомии На четырнадцатые сутки В нашей практике существует ряд пациентов с полным ответом на лечение Функциональные потери у данных пациентов были минимальные Пациенты живут, работают и ведут полноценную жизнь Общая выживаемость у этой когорты пациентов составила 63% И однолетняя безэцидивная выживаемость составила 73% Рецидивы встречались Прогрессивное заболевание встречалось в шести случаях Местный рецидив был у одного пациента И метастатическое поражение региональных лимфоузлов у пяти пациентов Также на слайде указаны факторы, влияющие на общую выживаемость А именно это стадия опухолевого процесса и локализация первичного опухоля И также факторы, влияющие на безэцидивную выживаемость И эти факторы также стадия опухолевого процесса и локализация первичного опухоля Спасибо за внимание Продолжение следует...